Не нужно пренебрегать праной. Деньги — это пран. Главной проблемой многих стремящихся, многих учеников является то, что они очень пренебрежительно относятся к деньгам. А деньги — это прана. Прана, которая циркулирует в обществе, в цивилизации, в человечестве в целом. Прана циркулирует через разные центры, через разные тела. Вы понимаете, что существует несколько видов пран, как минимум пять. А значит, есть пять денежных потоков. Пятый пока нам недоступен, но четыре, я чётко знаю, они уже существуют. Они проявились. О чём это говорит? Это говорит о том, что все центры в человечестве сформированы и в цивилизации. Деньги на пожертвования. Очень интенсивно идёт сейчас кампания пожертвования. Есть искренние, те, кто жертвует. Это деньги первого подплана. Это деньги головного центра. Это деньги, связанные с волей. Деньги, которые идут на образование. То есть определённые гуманитарные какие-то проекты, цели. Это деньги сердечного центра. Творчество определённое разное. Есть деньги, которые получают за науку. То есть творчество, наука. Это деньги горлового центра. Третий подплан. И есть деньги, которые за конкретно выполненную работу, там, лопатой, наркотики, оружие. Там, ну, разные способы, да. Это деньги четвёртого подплана. Это деньги основания позвоночника. Это как раз инстинкты определённые, да. Страх. Это индустрия. Там киноиндустрия, которая сейчас плодит, там, ну, и всё такое. На сакральном центре вроде творчества, но на самом деле всё это ниже диафрагмы. Это деньги четвёртого подплана. Вы даже не создаёте, что сегодня в человечестве это существует. Вы только знаете одни денежные знаки. Но они разные. Они разные. Они, у них разное происхождение. И как только деньги, которые рождённые там, что делают? Они пытаются их перевести в научные. Они пытаются перевести в образовательные. Они пытаются их перевести в пожертвования, да. И здесь очень важен процесс. А как они переходят? То есть очень, ну, как бы, важен процесс нравственности. Насколько допустимо пропускать эти денежные потоки, потому что они могут замутить. Это то же самое, что происходит в вашем эфирном теле или астральном теле, когда инстинкты, стража порога захватывают определённые. Когда определённые дельцы начинают захватывать всякие организации, которые занимаются благотворительностью, да, и всё такое прочее. Да, это всё попытки, ну, как бы, стянуть всё, вернуть к исходному, но они обречены на неудачи. Почему? Управляет всем этим процессом владыка цивилизации. Вы должны понять, потому что владыка цивилизации формирует форму. Владыка цивилизации строит форму, поддерживает форму и стимулирует центр. А значит, и он управляет проническими потоками энергии, которые превращаются и в денежные определённые потоки. Он формирует определённые группы в человечестве, которые занимаются этими процессами. Вы понимаете, о чём речь идёт? А вы говорите, там какая-то группа людей контролирует весь мир. Да, они пытаются это делать, но могут они это сделать? Не могут.